Аргентинская Диарья Ланасьон, издание частное и серьезное. Тем не менее, обстановка, в которой Александр Лукашенко во время своего визита в Венесуэлу дал интервью ее журналисту, была по-настоящему неформальной. Сам президент признался, такого еще не бывало. Господин президент, рад вас видеть. На пляже голым я еще ни с кем не резонаровал. Визит белорусского лидера в Венесуэлу в Аргентине, конечно, заметили закономерен вопрос о его итогах и отношениях между странами. Читаем им подтекст, каковы интересы Беларуси в отношении других государств региона. Я думаю, у нас могут быть очень хорошие отношения с любым президентом латиноамериканской страны. Мы очень мирные, прогнозируемые, порядочные люди. И когда мы ведем речь с представителями Латинской Америки, будто Азии, Африки, неважно какой страны, мы всегда исходим из того, что мы не только должны взять, где-то заработать, но мы обязательно, прежде всего, должны этому народу что-то дать. Буквально за три года мы в несколько десятков раз увеличили товарооборот с Венесуэлой. Мы сегодня ведем разработку месторождений нефти и газа в Венесуэле. Мы там строим жилые поселки и города, фермерские и коллективные сельскохозяйственные предприятия. Мы ведем реконструкцию жилья для Венесуэлсов. Мы продаем им практически весь спектр промышленной и сельскохозяйственной продукции, которую производим в Беларуси. Но мало того, что мы продаем, мы у них строим подобные предприятия, чтобы они сами производили такую продукцию. Громкое заявление о том, что венесуэльскую нефть будут перерабатывать в Беларуси, услышали в Аргентине. Журналист, правда, спросил про газ, а в ответ получил новые подробности. Газ, скорее всего, нет. Нефть, возможно. Но не проблема у нас получить нефть. Мы купить нефть можем и в Европе. Мы предлагаем венесуэльцам прийти в Беларусь и работать со своей нефтью на европейском рынке, чтобы они сами перерабатывали свою нефть на белорусских нефтеперерабатывающих заводах и продавали продукт свой в Европе. В перспективе мы планируем и приватизацию наших предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающих, с венесуэльским капиталом. Вопросы Диарьо Ланасьон касались и внутренней, и внешней политики нашей страны. Беседа проходила неспешно. Лукашенко поделился не только своими взглядами на происходящее в мире, но и питьевой водой. Спасибо. Такая теплая атмосфера спровоцировала признание. Журналист рассказал, что не так-то много знает о нашей стране. Президент предложил исправить ситуацию. У нас есть информация, что Беларусь – одно из самых безопасных государств. Намного безопаснее, чем столица крупнейших европейских государств. Вот поскольку вы первый человек, с которым я в Латинской Америке журналистом разговариваю, я вас приглашаю в Беларусь. И вы воочию убедитесь, что это самая красивая, безопасная страна, где живут самые добрые люди планеты. Первичные знания о наших промышленных и туристических возможностях корреспондент Диарьо Ланасьон смог получить тут же. Президент подарил ему два красочных альбома. Такой общий альбом. Вы немножко посмотрите здесь. Это альбом из Генерал. Это примерно то, что мы производим. Продукция машиностроения, наши автомобили на испанском языке. Большое спасибо. А это вот великое достояние Европы. То есть патримонио, гранд патримонио до Европы. До всего мира. С этим может сравниться только... Это заповедник Беловежская пуша. Ему 600 лет. Своего интервьюера, уже прощаясь, президент Лукашенко попросил передать привет всем друзьям Беларуси в Аргентине и всему аргентинскому народу в целом. Виктор Евтухов, Наши новости, ОНТ. Интервью, переговоры, выступления, посещение стройплощадок, график визитов сверхнапряженный. Но это не заставило Александру Лукашенко отказаться от ежедневных тренировок. Привычная для нашей страны. Лыжная пробежка в Венесуэле выглядела экзотично. Пальмы вместо елей и 30-ти градусная жара. Прогулочные дорожки в парке оказались не хуже лыжероллерной трассы в Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова